Всем привет, дорогие друзья! Рад вас всех видеть, добро пожаловать на канал! И сегодня необычный видос, решил я поиграть за Калисту. До этого я играл, наверное, за Калисту максимум, возможно, один раз, может, вообще не играл, я уж не помню. Так что это видео именно будет такое, тестовое, посмотрим, что у меня получится при игре за Калисту. Первый раз буду играть в жизни, грубо говоря, за Калисту, и вот такой вот нас результат ждет. Так что будет, наверное, очень много рофлов, будет очень вам весело, поэтому сажайтесь поудобнее, приятного просмотра. Итак, во-первых, после каждой автоатаки, я так понимаю, Калисту прыгает, да? Да, Калисту прыгает, это, в принципе, понятно, это ее геймплей. То есть с механикой я чемпиона примерно знаком, представляю, что он делает, но именно играть не играл. Копье Калисту заставляет, так, застревает в вражеских целях. Так, попутно будем изучать тоже Перса, это довольно интересно. Против пантеона еще стоим, пантеон опасный противник. Так, окей. В общем, попадаем мы Ешкой, Калисту вырывает копья. Ага, понятно, в общем, когда мы кидаем копье, так, наносится противнику демэш, ну, само собой. Но когда копьев много, мы их потом можем, как бы, вынуть и нанести дополнительный урон. Понятно. И, естественно, надо прыгать после желательно каждого копья, что это наша мобильность. Прыгает, я так понимаю, она туда, куда у нас направлена мышка в тот момент прыжка. То есть это своеобразная система кайтинга такая получается. Да, довольно-таки интересно. Забираем сразу Кребцов. Ух, опасно! Копье здесь пролетает, свистит нас под ухом. Естественно, я пассивку кинул на Шувану. То есть мы ее сможем улететь с вами, чтобы она могла гангать. Копье. Кушка это просто бросок копья. Вэшка, я так понимаю, это именно такие духи, которых мы можем отправлять на разведку. И уже эти духи могут что-то делать. Хорошо, слушайте, а неплохо, а неплохо. На самом деле, довольно много демжей я нанес сейчас за Калису. Пока что мне чемпион довольно-таки сильно нравится. Потому что демжа реально много. Я так смотрю, что кушка не проходит через крипов. То есть она просто в ближайшей цели застревает. И в этом, конечно, есть небольшой минус. Хотелось бы, чтобы проходило все это дело. Так, харасим. Ну, неплохо, неплохо. Ребятки, так, автоатака. Прохарасили довольно-таки сильно. Правда, здесь еще пантеон, нужно задолжить. Все, хорошо, можно теперь со спокойной душой уходить на бэк. Ну что, вот так вот мы и познакомились с Калисой. Мне пока что нравится. Стоять у нас, в принципе, получается довольно-таки комфортно. С Пантом я сейчас драться не пойду. Несмотря на то, что он вроде бы на лоу, это очень опасно. И заодно хотел протестировать несколько интересных билдов, несколько интересных идей для Калисто, раз уж у нас туплейн Калисто. Может быть, я пока еще даже не решил, что мы с вами пойдем. Будет ли это все-таки классический онхит Калисто, либо же это будет какая-то леталити Калисто. Сейчас посмотрим. Будем по ходу игры разбираться. В общем, получается как? После каждой автоатаки мы делаем прыжок. Ешка у нас дает, как бы, дополнительные, ну, копия накидывает в противника, и мы можем эти копии взорвать, нанеся дополнительный урон. Кушка это просто бросок копья, и при этом мы еще рвок осуществляем. Вэшка это у нас просветка, это наш дух своеобразный такой. То есть это наш вижен, да? Так. Ага, окей. Нет, довольно-таки неплохо, можно легко, в принципе, кайтить здесь. Я бы не сказал, что это проблемно, особенно если поиграть. В принципе, можно, можно справляться. Даже в агрессию можно сыграть, ребятки. Неплохо. Правда, я еще немножко теряюсь, как именно ее реализовывать, но пока вроде бы результат есть. Вот именно в агрессию не успел от нее допрыгать, и я не хотел здесь отдавать флэш, но пришлось отдать флэш. Так. Потому что не хватило мне скорости. Наверное, оно так и есть. Типа, мы не так, на самом деле, далеко и быстро прыгаем, если у нас будет уже много атакспида. Давайте, наверное, все-таки в классическую калисту пойдем. В атакспид билде, чтобы побольше прыгать. Заодно потестим ее механику. Может, потом как-нибудь еще летальти калисту потестируем. Но сейчас конкретно попробуем калисту атакспид. Ну, вообще прикольная такая. Довольно подвижная калисту. Эх, миссану. Интересный геймплей, ребят. Если кто-то вдруг не играл за калисту, обязательно советую попробовать. Очень интересно именно за нее играть. Прикольный геймплей. Так, взяли себе сразу саблю трюмных вод. Не знаю, насколько это оправданно. С одной стороны, сустейн, замедление. С другой стороны, у нас мобильности нет. Да, ботинок нету. Атакспида тоже особо нету. Обязательно советую попробовать. Тем более, сейчас идет предсезон. В принципе, можно в нормал пойти поиграть за калисту. Как видите, я сам первый раз в жизни решил за нее поиграть. И, в принципе, доволен. Интересно. Может быть, я его даже в пул включу на адекере. К себе. Если вдруг буду играть, например, на адека, может быть, по тессе калисту, ребятки. Уже более серьезно. Потому что чемпион довольно-таки интересный. Правда, здесь еще непривычно. Именно с прыжками. Механика. Ну, она как бы ясна, но не совсем понятно, каким образом оно происходит. Как эти прыжки осуществлять. Чтобы максимально эффективно достигать профита. Чтобы мы прям там не затрачивали время. Чтобы все четенько так было. Передвижение к месту атак, конечно, здесь сильно выручает. И на топе она довольно-таки опасная. С этими постоянными прыжками. Думаю, вот если будет противник не особо мобильный. В принципе, пантеон у нее есть, конечно, рвок. Но вот вообще, если не мобильный какой-нибудь танк. То с калистой могут быть очень большие проблемы. Она просто вокруг тебя распрыгает и все. Если эта калистая хороший игрок. Если она прям реально шарит, как прыгать. Тайминги там все доджит. Вот небольшая задержка происходит. Мне вот это вот не особо нравится. Не, она терпима, она норм. Но все равно вот неприятно. Хотелось бы, конечно, без задержки как-нибудь. Более активно прыгать. Вот здесь, походу, моя остановка, ребятки. Что я не знаю, как я здесь... Не, здесь я не выживу. Мне надо было пантеона дожимать. Не зря я его отпустил. Надо было его дожимать. Но мне мувспида не хватает. Просто не хватает именно мобильности. Все-таки, да, надо было здесь ботинки купить. Отсутствие ботинок сказалось. Я просто не могу ее догнать. У него, по-моему... А, у него нет ботинок тоже. Но у него базовый мувспид выше. То есть у него базовый мувспид 355. А у нас с ботинками 350. Поэтому, естественно, он так быстро и убежал. Плюс, я так понимаю, если я не буду кликать, у меня калисты не будет осуществлять прыжок. Просто я могу откинуть копье и все. А прыжок нужно его именно нажимать. То есть, чтобы осуществлять прыжок в этом плане. Кстати, я не сразу до этого догадался. Не знаю уж почему, но вот как есть, так есть. Вроде это интуитивно понятно, что это просто возможность передвижения. И, в принципе, нужно прокликивать здесь. Потому что если ты не прокликаешь, она, естественно, не будет двигаться. То есть, можно, в принципе, стоять на месте и настреливать. Можно осуществлять прыжки. Но стоять на месте невыгодно, очевидно. Да-да-да-да-да. Все. Я, кажется, разобрался. Просто нужно прокликивать рейт-кликом. Если ты хочешь осуществить прыжок, тебе нужно обязательно прокликать рейт-кликом. Иначе она не прыгнет. Боюсь, что здесь, опять же, может быть кто-то еще. Все. Кажется, я начал разбираться, ребятки. Как оно работает. В принципе, да. В принципе, механика геймплея понятен. Все. Кажется, я немножко... Прошарился. Прошарен. Ну, я его должен забрать. Да, хорошо. Один в один разменялись. Раз уж такая ситуация. В общем, ребята. Как я понял, просто нужно, чтобы у нас все было качественно. Чтобы у нас все было офигенно. Нам нужно обязательно прокликивать. Я думаю, сейчас ботинки возьмем. То есть мы нажали, с вами кинули копье, либо дали автоатаку. После этого прокликиваем обязательно рейт-кликом. Дали автоатаку, прокликиваем, прокликиваем, прокликиваем. Она начнет просто очень быть активной. И противнику будет тяжело что-то противопоставить против такой калиста. Но обязательно нужно, естественно, прокликивать. Иначе она не сделает движения. Она просто как бы... Ну, кинула копье и кинула копье. Вот такие вот дела. Ну, как видно, уже результат есть. Мы сейчас нормально, в принципе, против понта стоим. Все у нас идет довольно-таки хорошо. Не сказать, что супер хорошо, но терпимо. Понта гангует, но мы все равно справляемся. На боте, посмотрите, там вообще Ясу саппорт, походу, да? Или что? Или там дрейвен. Я не понимаю, почему Ясу так мало крипов? Почему он с экзостом? Страшная ситуация. Мем смешной, ситуация страшная, да? Да, это довольно прикольно. Вот она, пошла калиста по прыгунью. Единственное, естественно, надо ласхитить, а не так прыгать, как я. То есть сейчас пропрыгал и в итоге ничего не добил. То есть плохо. Так. Ну, геймплей за нее непростой, ребят, я вам сразу скажу. Типа, именно привыкнуть к этим постоянным прыжкам. Потому что ты, когда прыгаешь, потребуется время. Я не хочу за ним гнаться. Это может плохо закончиться. Непонятно, где здесь лесник вражеский. Швана у меня здесь нет. Это реально может плохо закончиться. То есть требуется небольшая адаптация. Вам нужно запомнить, что вы даете автоатаку, движение постоянно. Ну, в принципе, из-за обычного декери вы примерно тоже делаете. То же самое делаете. Но здесь оно, вот из-за этих рывков постоянных, оно не так... Не так легко воспринимается. Ну, как только приноровиться, можно, в принципе... Можно, в принципе, уже что-то интересное делать. Не знаю, насколько я хорошо для первого раза сейчас играю. Вы напишите в комментарии, скажите, как там оно. Получается у меня или не очень? У-у-у! Что это такое? Что это такое? Вы видели, ребят? О май гад! Господи, что это за урон? О-хо! Ребят, это что-то нелегальное, по-моему, не? Не знаю, как вам, по-моему, это просто какая-то, ну, супер нелегальная штука. Сейчас произошла. Да, Калисто, конечно, очень хороша. Именно интересно. За нее очень интересно играть. Это какой-то нереальный урон. Это безумный урон, ребят. Первый раз, напоминаю, играю за нее. Я даже не представляю. Ну, как бы, я примерно знаю геймплей ее, да? Те же, естественно, встречался против Калисто в салкухе. О май гад! Ну, я никогда не знал, что у нее именно такой взрывной демош. Ну, просто, когда ты играешь за чемпиона, ты его немножко иначе ощущаешь. Нежели чем, когда ты за чемпиона не играешь, а вот просто смотришь, как другие играют, да? Совсем по-другому геймплей идет. Опа, раз и убежал. Ха-ха! Обманул, научился. Интересно, наутилус представляет, сколько у нас деможи или не очень? Что-то наутилус какой-то... По-моему, наутилус такой говорит, а ты представляешь, сколько у меня деможи или не очень? Я такой, оу-оу, полегче, типа, извини, пожалуйста, братан, не бей. Что ты делаешь? Какой ты супер жесткий парень. Мега жесткий чувак. Так. Это очень было жестко. Советуют здесь в танцор пойти. Можно еще рунан. Но я думаю, ребятки, рунан будет поинтереснее. Он будет именно ОГЕ копья раскидывать. Давайте, наверное, в рунан пойдем для начала. То есть попробуем именно ее сейчас через рунан собрать. Там уже будет видно. Мне кажется, рунан пополезнее сейчас будет. Хотя, конечно, дополнительная скорость передвижения тоже на ней хороша. Даже хорошо должна смотреться. Урона очень много. Очень много. Мега много. Просто ужас. Просто ужас, как много. Она ваншотает. Если еще сейчас вот именно распрыгаться вокруг противника, что он даже так не ожидает, типа, что ты делаешь так. Ха, он убежал. Но я думаю, он понимает, что он гораздо слабее. То даже по левлу видно, что шансов у него выиграть такой трейд мало. Мне еще, кстати, ни разу ультимейт не использовал. Поэтому надо как бы за Каллисту стоять на боте в идеале в дуо с тиммейтом, чтобы использовать ультимейт. А не так, как я. Рассчитывая на лесника, и лесник может и не прийти, и ваш весь контент исчезнет. И копье, кстати, очень сильно дамажит, ребят. Ну, я вам скажу, она довольно неплохо тренирует механику. Крайней мере, по ощущениям. Это шаг от Акрофлит, я так понимаю, да? А смотрите, что начинается. О май гад. Пошла жара. Попрыгунчик пошел. О май гад. Причем, если в цель кликаешь рейд-кликом, она его, естественно, просто автотачит. То есть, нежелательно кликать именно в цель. Нужно... Ну как, короче, обязательно здесь нужно перемещение к месту атаки использовать. Для более... Хорошо, как задоджил. Для более качественного кайтинга нужно именно перемещение к месту атаки взять. Это must have. Хо-ха-ха. Как же жестко. Эх. Ну, у Тилусу, конечно, не такой дамаж наносится, но все равно неплохо. Блин, я немножко теряюсь, но реально по кайфу. Очень приятный геймплей. Очень интересно. И вот этот дамаг с Ешки, он очень радует, удивляет немножко, насколько много у нее дэмэжа. Неспроста Калисто может без проблем застилить в тимфайте барона, там, например, дракона, того же самого, просто накидав много копий. Не знаю, где здесь отображается, сколько я могу урона нанести, интересно, или нет. Что-то я не обратил внимания, чтобы примерно знать. Могу ли я, допустим, залеталить противникам. Каждое дополнительное копье наносит физический урон. Калисто врывает копии находящихся врагов, нанося им физический урон и уменьшая скорость передвижения. Каждое копье 100 урона, по сути. Представляете себе, да? Ну, теперь понятно, почему у нее такой дэмэж. Типа 100 урона, одно копье. Грубо говоря, ты кинул, там, 10 копий попал. У тебя 1000 урона. Это жесть. Она ваншотает. Вот сейчас будет тимфайт, похоже. Там Ясу, Ясу, ребята, смотри! Ху! О май гад. Не получилось. Удело красиво. Ну, я замедлил. Окей. Не смог я здесь раскатить. Против наутилса очень сложно пока что. Он просто смещается, сближается и создает очень много проблем. Но, в принципе... В принципе, неплохо. Мы все равно выиграли тимфайт. Я удивлен. Он это радует. Как бы выиграть тимфайт. Это жестко. Фух! Вот так вот. Ну, не знаю, не знаю. Вот как. Правда, напишите в комментариях. Очень интересно. Как вы считаете? Вот для первого раза достойный результат или не очень? И вот как у вас ощущения? Именно есть ли прогресс по ходу игры? Потому что вначале я вообще не понимал, как она работает. Все я вообще не понимаю, что она прыгает. Типа... Ну, непонятно, как она прыгает. Просто по направлению или что? А я понял, что нужно подкликивать и... Чуть получше стало. Как по мне. Вроде сейчас чуть-чуть привыкаю к механике. Конечно, бы хотелось посмотреть там... Сравнение, да? Первая игра на колисте и... Допустим, там, 50-я игра на колисте. Какова будет разница? Но, к сожалению, 50-я игра на колисте сыграет. Ну, посмотри, что это такое, лол? Ну, это что это такое? Что это такое? Что это? Что это такое? Легально? Попрыгуни. Это было бы круто. Но 50-я игра на колисте, я не знаю. Нереально, наверное, сыграть. Но, может, когда-нибудь сниму 50-я игра на колисте. В принципе, она мне понравилась. Все возможно. Бум, стал. Короче, такой я заснял видео. Первый раз играю на колисте. Потом раз. Следующее видео, типа, стал АТП колистой. Взял чалик на колисте. Не, ну она правда интересная. Советую попробовать, ребят. Так, главное, чтобы голова не загружилась от этих прыжков. Что прыжки у нее, конечно, те еще. Может и у кого у вас с вестибулярным аппаратом проблемы, может вырвать. Если особенно пробел нажимать, зажимать, реально можно блеванусь от прыжков. Ух, нормально как. Ух, неплохо. Еще и задоджил. Шух, на тебе копье. А копье, я так понимаю, используется для доджинга. Задоджил, проверяй. Задоджил, проверяй. Так, Шивана у нас на боте, а Шивана это перс, которому мы можем ультануть, по идее. Правильно? Оно нам надо, пацаны. Оно нам надо ультить. Смотрите, с таким-таким плеем, мне кажется, оно нам не надо ультить. Так. Просто так, закидаю сейчас скрипцов. Сейчас попробуем быстро сломать. Ну вот так вот, получается, за нее можно прыгать, там все раз так в обратную сторону, да? Пошел, пошел, пошел. Единственное, если ты не можешь автотачить, естественно, ты не можешь прыгать. В этом минус. Окей. Закинул Шивану, но что-то как-то оно не особо выгодно пошло. Хотя Шивана сейчас, мне кажется, двоих заберет здесь. Смотрите, какую у нее демэдж. Да, да, заберет она. Нормально. Пойдет. Хорошо, красиво. Все-таки она зарешала. Берем себе сразу Томсор. И, мне кажется, следующим хороший вариант. Можно было бы взять себе Инфинити, если мы чисто на демэдж хотим, да? Инфинити плюс еще сверху все это дело можно заполировать гранью. Вернее, грозовой бритвой. Вот это будет вообще жесткая тема. Правда, я знаю, там разные билды на нее, разные защитные слоты. Бывают, покупают, типа, кровопийцу берут, чтобы ей лучше выживать. Это да, но вот если чисто собраться в демэдж, такой билд, мне кажется, будет очень силен. У нее будет высокая мобильность, у нее будет высокий урон, и вообще она будет себя прекрасно чувствовать. Сейчас у нас уже, кстати, 2 из 16 от экспида. Если мы еще, допустим, соберем здесь 15%, не так много даст прибавку, но почти в кап упремся. Почти в потолок. Естественно, противник, если вот научиться хорошо кайтить, он к вам даже не подойдет. При таком геймплее. Смогу состилить одним копьем? Нет, не смог. Одним копьем это жестко. Одним копьем состилить. Не, возможно, кто-то стилил, типа, попал копьем, просто ешкой взорвал. Смогу, бывали такие ситуации. Ну, одно скажу, против Наутилуса довольно сложно. Вот его хука, контроль, а именно контроль, который тяжело избежать без опыта, очень сложно. То есть вот такие пацаны, типа, пантеона, они еще нормально доджатся. А Наутилус... Сложновато пока что. Ну, вот что. Хотя вроде нормально. Вроде и с ним проблем нет особо. Ой, нормально пошло. Душим. Вот так вот, ребятки! Мощно! Это какая-то у нас игра красивая получилась. Победка! Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если так, то это очень круто. Подписывайтесь на канал. В честь, раз удачи, увидите следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok